Ты чё, Мишка, наделал? Ты видал я, как я от тебя защитился? ОМЗАП Кия Прайм, 16-й год, с пробегом 47 тысяч Причина обращения Встает в аварийный режим регулярно Проехала очень мало Ездили очень мало Много стояло По чуть-чуть, где-то как-то так Пытались ездить Вроде бы уже машине 6 лет А ещё ничего не наездили Бьёт ошибку И ошибка не сбрасывается по актуатору турбокомпрессора Вот Смотрите, у нас Данный автомобиль Кира Прайм Оснащается Здесь у нас 2.2 D4HB То есть это уже евро пятый И данный двигатель оснащается То есть уже и сажевая Двумя видами турбин У нас Боркварна и Гаррет В данный момент это Боркварна у нас здесь стоит Турбинка у нас вот Смотрите, будем ставить новую оригинальную турбину Потому что моя практика говорит, что незачем возиться Всё это Добром не кончится Вот турбокомпрессор оригинальный Вот ошибочку бьёт по вот этому актуатору Дело в том, что даже через диагностику Мы пытаемся заставить его двигаться Он не двигается То есть руками вроде бы там подёргали-подёргали Вроде пошёл Два раза сходил и опять встал стоять То есть не идёт, бьёт ошибку И не едет Будем менять турбину Сейчас всё покажем, расскажем, как это делается Для этого нам нужно будет Две прокладки Приёмной трубы Вот одна Обе, можно сказать, треугольные такие Обязательно Двойная такая прокладочка под охлаждение Турбина, опять же, бывает Ну, на Д4АШ На двухлитровых Бывает без охлаждения Здесь Вот идёт Так, вот эта вещь Вот эта важная вещь Это трубка Подачи давления масла Она очень часто выходит в строя То есть, если вам меняют турбокомпрессор Или там снимают, ремонтируют Или просто, я не знаю, что-то делают Ещё там меняют прокладку Всегда Позаботьтесь о том, чтобы она у вас была Сейчас мы меняем турбину Стоимость её с замены 8500 Но если, допустим, сегодня мы сменили турбину А завтра И увидели, что там что-то произошло с трубочкой И завтра нам, допустим, стало капать масло И вы снова будете платить 8500 Потому что, чтобы её сменить Нужно снять турбокомпрессор Цена будет одна и та же Поэтому мы позаботились Сразу её взяли Сейчас мы снимем турбину И если у нас будут какие-то намёки На потение масла или течь То есть, не видели, не знаем, что там происходит То мы сразу же её поставим новую Данный мотор идёт с 2010 года Д4HB Только его немножко подкручивают Модернизируют Сперва он был, там стоял один каталик маленький Потом его уже поставили сажевый фильтр Дальше уже, допустим, если возьмём Карнивал или тот же сейчас новый Туксон То там уже стоит мочевина То есть, евро-6 Вот В нашем случае только стоит каталик и сажи По сажевому каталику всё чисто Мы ничего удалять не будем Всё оставлять будем штатно Почистим, конечно же, датчик давления надува Сейчас сразу его снимем Просто мне было интересно Что там было Дело в том, что Частичную диагностику Ну, он у нас проходил частично у нас Где-то тоже он диагностировался уже Вот Особо мы не стали В это дело заморачиваться И опыт подсказывает, что И не стоит Если ударил ошибку по актуатору И это уже стало Периодичностью То Не нужно ничего думать Этот датчик тоже часто Видели, что я его часто чистил Часто мыл Часто он показывает неправильные параметры То есть, ну, можно сказать, такой Своего рода Расходник По давлению мы проверяли Он всё прекрасно показывает Всё работает Вот, видно, что здесь вывалилась Высыпалась сажа Даже там окно полное Вот, смотрите, прям В глухую Вообще нет отверстия То есть Но при этом он видит давление Но хотя бы здесь сухое сейчас Причиной является Всё-таки наше Качественное топливо Вот, смотрите Вот И там в самом низу В самом низу Есть Отверстие Если же Конечно Ездите постоянно на машине И делаете это как бы Хотя бы раз в день Я не знаю Где-то надо дать газку Чтобы вот эта как раз гадость Вылетела оттуда То есть Побольше Пусть это будет платная дорога Или пусть это будет Тот же МКАД Вот Не нужно лететь там Со скоростью 200 Нужно просто Сделать старт Там С 20 С 40 До 100 И этого будет достаточно Всё, датчик очиститель Помыли Вставляем То есть Если бы он нам давал Какие-то неправильные показатели Или что-то То есть У нас вот этот актуатор Который Он не двигается Не ходит По словам клиента То есть Он День ездит День День ползёт И вот так Короче Всё происходит Уже Люди Пытались Пытались Их Ремонтировать Пытались Ставить Неоригинальные актуаторы Потом Прописывали Их Адаптировали И Ни к чему хорошему Это не Привело Это я говорю К тому Что Если вы Всё-таки Хотите Сэкономить То Возьмите Вот Три прокладочки Трубочка Турбина Четыре часа Времени И Все ваши Заботы Закончатся Вот И Потом уже То есть По Эксплуатации Дальнейшей То есть Вы уже Спросили у мастера Что как делать И Будете уже Знать Дальше На будущее Так Разбираемся Сверху Нам надо будет Снять колесо Снять защиту Боковую Нижнюю Кусок приёмной трубы Вытаскивать Мы будем Сперва Дело в том Что когда У нас Отдельно Идёт Каталик Более Старых Версиях Мы Вытаскиваем Его Оттуда Полностью Когда Это Сажевая Большая Бочка Она Не Вылазит Её Можно Вытащить Но Для Этого Необходимо Снять Нижнюю Подушку Которая Вдоль Стоит Потом Открутить Двигателя Сдвинуть Сюда Двигатель И Она Вылезет Это Когда Мы Удаляем Мочевину Там Или Сажевой Но Мы Удалять Ничего Не будем Поэтому Мы Просто Отведем Его В сторону Открутим И Положим В сторону И Заменим Турбину Сразу Предварительно Как обычно Все Продуем Начнем Сейчас Вот здесь Теплоэкрана Вот эта Ковырялка Вообще Чудесная Просто Все Новое Первый раз Снимается Все Очень Жестко Туго Зато Собирать Быстро Все Это Когда Сажевый Забививается Именно он Нам Говорит Что Конец Или Допустим Когда У нас Идет Прожик Сажевого Фильтра Блок Управления Тоже Он Дает Команду Для Прожика По поводу Турбокомпрессора Даже В оригинальных Упаковках Нередко Слежат Неоригинальные Турбокомпрессоры То есть Ну Все эти слова Менеджеров Которые говорят Что С Южной Кореи Северной Там С Францией Или еще Из Германии Все это ерунда Все аналоги Идут с Китая О как Не видел Такого Здесь Поставили Дополнительный Даже Кронштейн На такой Машине Я меняю Первый раз Турбины Но Не нужно бояться Что там Не раз Не делали Первый раз Что-то видите Все это Не страшно То есть Не важно Даже какая-то Машина Немецкая Японская Вот Самое главное Если руки Растут С того места То все У вас получится То есть Ну вот Обычно Здесь один Кронштейн А вот Этот А тут Еще стоит Дополнительный Поставили То есть Этот Кронштейн Я еще Первые встречаю Сейчас Корпус Воздушного Фильтра Тоже Будем снимать Потому что Там Охлаждение У нас Там Патрубок Интеркулера Все Это Мешается Клипсы На них Надо Нажать Так Раз И Потом Поднять Наверх Не Нужно Ковырять Кстати Турбокомпрессор Не очень Ты Дорогой Что-то В районе 50 тысяч Сейчас В столь Сложное Время То есть Оригинальная Турбина 50 тысяч Вытаскиваем Корпус Сзади Резиночка У нас Вакуумный шланг Отведем В сторонку Лишнее Топливное Оставим Первый раз Как надо Вот он Наш трубокомпрессор Вот этот Актуатор Нам Жалуется На больших Пробегах У него Там Изнашивается Шестерня И Концевик Не до конца Доходит Не видит И Выбивает Ошибочку Ну вот Кто-то Вроде Шестерни Делает Что-то еще Я считаю Что все это ерунда Ковырялочка Отлично Снимает Просто шикарно Все Подрубок Легче Снять Месть С коленом Если Снимать Вот здесь Коротко То Будет Неудобно Не нужно Лучше Открутить Лишний Болтик Отверстия Которые Лишние Открылись Закрываем Чтоб Ничего Не попало Потому Что все равно Турбину Снимем Будем Продувать Вот у нас Два Охлаждения Вот он Один Шланчик И он Ниже Второй И сразу Сейчас Отсоединяем Оба Полностью Мы их не будем Снимать Пока Много раз Говорил То есть Вот этот Хомут То есть След Вслед Надо Поставить На свое Место Не Забывайте Об этом Иначе Он потом Потечет Охлаждение Ничего Отворачивать Не будем Вот здесь Трубку Подачи Давления Масла Тоже Отворачивать Ничего Не будем Абсолютно Сейчас Трогать Сейчас Сорвем Гайки Которые Здесь Даже Выпускной Коллектор Не будем Отворачивать Не нужно Этого Делать Вот На этих Гайках Шпильки Раз Два И там Внизу Еще Одна У них Есть Такие Проблемы Что Из завода Перетягиваются И на этих Есть То есть От того Как они Пойдут И как Открутятся Это Такая Можно Сказать Лотерея Сейчас Будем Пробовать Отворачивать Не знаю Бывает Отламываются И шпильки И Разные Случаи Вот смотрите О чем я говорил Внутренняя шпилька Еле Вывернулась А наружная Вообще Заклинила Вот Все Не идет Это в коллекторе И это Тоже Походу Не идет Вот Это Конечно Плохо Если Шпилька Отломается В коллекторе То Придется Снимать Коллектор И Что-то Выдумывать Потом Не знаю Сверлить Пилить Вот Это Очень Очень Печальная Такая Вещь У них Завода Встала Встала Шпилька И Потом Уже Кронштейны Будут У нас Два Штуки Слева И справа От Сажевого Фильтра Опускаем Включатель Не с этой стороны Нам Вот Это Окно Нужно Для Того Чтобы Открутить Вон Тот Болт На Кронштейне Откручиваем Кардан Четыре Болтика Отводим В сторону Опять Можете Не Отворачивать Это Ваше Право Делайте Все Ходите Новая Машина 47000 Ничего Не могу Отвернуть Все Отваливается Не Отламывается Поэтому Когда Вам Позвонили Сервис И Сказали Что К тем 70 Надо Привезти Еще 5 Не Удивляйтесь Нет Вот Карданчик Уходит В сторону И Там Будет Доступ Для Того Чтобы Снять Трубку Слива Будет Побольше Поудобнее Места Так Теперь Резинку Снимаем И Там Еще Две Гайки Вот Кусок Приемной Трубы Надо Снять Есть Так Она Не Упадет Тебе На Голову Не Нормально Вот Еще Две Если С одной Еще Вроде Как Проблем Нет А С другой Будут Защиту Мы Будем Снимать Для Того Чтобы Там Трубка Подачи Давление Масла Она Вот Тут Прохлает Откручивать Будем Металлическая Защита Кстати Очень Много Случаев Люди Приезжают И Говорят Вы Сняли Мою Новую Защиту И Поставили Мне Сгнившую Старую Так Вот Что Происходит С вашими Защитами Они Сгнивают За 4-5 Лет Потом Появляются Вопросы Почему У вас Защита Сдырки Потому Что Она Сгнивала Потому Что Москва Тоже Вежда Вот Чем Мы Видим Вот Она Трубочка Вон Там Которую Нам Надо Будет Откручивать Чтобы Этот Там Еще Такой Есть Кронштейн Чугунный На двух Болтах Нам Надо Открутить Саживаю Тот Болт Убрать Саживаю Сторону А потом Открутить Кронштейн И потом Только Мы Открутим Крубку У меня Шпильки Одна Не Откручивается Вообще Да С Коллектора Одна С коллектора Еле Вылезла Ну Отсюда Сверху Одна Еле Вы 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 Можно Прогнать Резьбу Другую Шпильку А вторая Встала Да Полный Аншлаг Это тоже Походу Гайка Встала Я Прям Машина Вообще Просто Мне 47 Ну что же Вы 40 40 47 Да 50 Пусть Будет 50 Но Если бы Конечно Еще 3000 Проехала Вообще Ничего Не открутилась Намотала Резьбу Вот Видите Как Те Кто Говорят Что Чего Там Делать И Делов У меня Женовая Машина Вот Они Дела Вам Пример Там Отломалась Шпилька Здесь Не откручивается И не Зачем Закончится Здесь Тоже Вот Теперь Надо Прогнать Резьбу Тут На шпильке Тоже Еле Живая То есть Надо Не знаю Еще комплект Гаек Комплект Шпилек И Вот А еще Все впереди Мы еще Только Начали Но Есть И Хорошие Машины В которых Все Откручивается Все Снимается все спиливается и устанавливается все новое то есть если по двигателю еще как то есть какие шансы так вот этот дополнительный кронштейн нет это не тот это не да 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 перемычку снимаю без такого плавающего сделать нечего здесь короче снимем кучу кучу большую кучу коронштейн а самое главное наживлять когда мы все это будем наживлять это будет вообще слезы так вот такой мне есть еще хитрый прям плавающий вставляем плавающий и отворачиваем здесь два болта хотя два плавающего перебор уже потом это все пониже опустим и чтобы вот так засунем туда руку наверх и на ощупь все будем наживлять ставить вот такой мега удлинитель который выручает то есть поэтому в принципе можно вам и рискнуть самим в гараже это сделать но если вот начнутся такие качели как там резьба тут шпилька то я думаю вам вы пожалеете потом что вообще начали это дело делать один это уже от третьего кронштейна отворачиваю болт внизу три кронштейна стоят вот этот кронштейн придется снимать полностью и нижний тоже полу потому что он вот как раз щуп не даст выйти отодвинуть нормально сажу идет все таки немножко убирать снимать потому что он не дает оттуда угла не хватает вот это нижний правый кронштейн а нет пусть это будет правой нижней да еще есть нижний левый мы отвернули только два болта вот эти этот болт не отворачиваем он не мешает и отвернули еще нижний средний кронштейн от него вот отвернули перемычку вот она сейчас отодвинем саживай и нам нужно еще будет сам кронштейн который блоку прикручивается еще на двух болтах и вот тоже снимаем для того чтобы вот смотрите вот сюда снизу смотрим вот этот вот этот штуцер и как раз проходит ухо то есть вот из-за этого штуцера мы будем отворачивать этот кронштейн потому что не даст вытащить трубку когда будете собирать обязательно надо поставить все кронштейны 4 был такой уже нехороший опыт у людей когда они выкидывали неудобные кронштейны и потом эту вибрацию лопалась отваливалась там часть бочки так вот он саживай все он у нас отошел вытащить сюда его нам говоришь не получится вот все отодвинул я в сторону и ну конечно вот сейчас давайте попробую но но вряд ли это получится сделать это конечно он вытесит это будет очень хорошо но насколько я знаю это не получается это бесполезно я говорю для этого необходимо открутить подушку который вдоль стоит там открутить эту подушку поставить на тонкрат оттолкнуть двигатель и она вылезет сейчас подымаю ее невысоко потому что длинные руки туда не хватит снять хомут со слива снимаем вниз потом внизу на фланце снять отдельно патрубок короткие не получится он порвется ли что-то еще там внизу есть две гайки высот будем их отворачивать также берем длинный какой граждан оп гаечка упала вот снизу отворачиваем две гайки там две шпильки две гайки сверху хомут просто опускаем и он сюда вытаскивать то есть вот здесь расстояние очень маленькая чтобы вытащить отдельно шланг так теперь следующая задача трубка кстати вот подачи давления масла все сухая у нас задача теперь еще вон там гайка вот ее видно нет вот это вот я на тоже крутить руками тоже это практически невозможно сделать поэтому я буду это делать гейтербертом я засуну его туда пистолет и откручу тоже гайка не пошла она открутилась со шпилькой то есть я говорю здесь с резьбовыми соединениями вообще прям беда и последний этап надо снять этот кронштейн теперь так кронштейн на двух болтах подключен 14 который не дает нам снять трубку надеюсь это будет достаточно вот он кронштейн и вот здесь стоит трубка подачи давления масла и вот здесь сразу штуцер и открутить его невозможно так теперь уже можно вот она снизу ее видно можно открутить сам штуцер и а нет я забыл и еще есть болт это болт крепления трубки подачи давления масла вот так штуцер выглядит ключ на 19 и еще трубка держится коротким болтом на 12 вот он болтик восьмерочка ей прикручивается к трубке подачи давления масла когда мы вытащим мы увидим это как он к чему крепится так снизу все закончили у нас остался сверху болт который шпилька или гайка вот который не отворачивается сейчас мы ее что-то не забудем отламывать так ну вот можно сказать до турбины рукой подать но у вас не отворачивается вот одна гайка вот сейчас в принципе все можно вытаскивать и готово есть варить один момент с турбины не идет ни одна шпилька очень то есть еще такая если со шпилька что-то случается нужно новая шпилька шпилька соответствующая резьба соответствующая длина то есть нельзя поставить его балкон так вот турбина шевелится все заглушку ставим у нас получилось там вышло 50 грамм охлаждающей жидкости вот она турбина можно сказать уже в руках у нас но она не в руках потому что гайка не откручивается если сейчас если сейчас от ломается шпилька и резьбы там уже нету практически то нам придется вытащить то есть турбину потом вытащить уже мы сможем саживай и потом нам придется отворачивать коллектор либо его менять либо сверлить или варить ну что-то короче делать сейчас попробуем ударить пистолетом вариантов уже нет так я буду бить поэтому да да так я буду бить по корпусу пластику такую возьму головочку так восьмерочка о гаечка открутилась так теперь мы тоже вот она намоталась резьба все произошло вот эта штука у нас балуется так трубка подачи давления смотреть первая она не проворачивается все с ней все прекрасно все хорошо мы оставим ее то есть новую ставить не будем так еще мишку надо подвинуть у турбины то есть вал крыльчатка осевой все прекрасно за исключением то есть самого актуатор ну не как правило у всех что 300000 что 500 одна и та же проблема выходит актуатор так вот здесь вот она прокладочка тоже и выкидываем ставить новую и прокладочка отсюда так ну резьба принципе что-то осталось попробуем лерку и погнать вот я так думаю что на вот примеру сейчас мы берем ну просто для примера новый трубокомпрессор чтобы померить вот смотрите там резьбы ти метр 12 даже вот надо будет прогнать заход лерочка и все будет нормально поэтому можете можно сказать что подфартило шпильки вот эти шпильки тоже сейчас две попробуем перекрутить ваш какие-то еще мне валяются до сих пор остались будем смотреть искать потому что вот это все вот это все вот это все второй раз не пойдет принципе в целом то сняли удачно каждый кто внимательно посмотрит данное видео сядьте подумайте и задайте с вопросом оно вам надо и лучше вот вот так то есть есть лерочка есть сверло есть пистолет потому что в том же гараже она может остаться у вас не на один месяц ну все я начал собирать в обратном порядке смотрите вот по турбиночке по нашей которую меняли на кейс сорента prime старая турбина как и обещал выкинул весь крепеж то есть это все гайки гайки все стоят новые смотрите здесь есть такой момент турбокомпрессор оригинальный идет вообще без единовые прокладки и молчика вот чем дело то есть если это не оригинал можно даже принципе узнать сразу там будет наличие комплект шпилек комплект гаек и болтов прокладок это уже говорит о том что это не оригинал в оригинале никогда ничего не идет понятно что если вы делаете сами то у нас получается что если вот такой произойдет то в гараже вряд ли вы найдете такой длины там болт шпильку такой шаг резьбы что-то то есть у нас пока все это есть запас этих болтов шпилек поэтому так по турбине конечно же я вот если мы смотрим до крыльчатку вот она как новенькая все не осевого не радиального люфта нету все прекрасно идеально а вот он актуатор по нему сама геометрия механическая часть не заклинило то есть здесь тоже не работает только лишь псевдопривод можно сказать блок управления название очень много надеюсь что найдется когда-нибудь кулибин который будет все это делать здесь здесь еще и такой момент оригинальный блок управления турбокомпрессором он есть его можно приобрести наличие но цена его иногда переваливает за стоимость полностью турбины то есть он либо стоит столько же либо больше все аналоги тоже как как бы я уже практике слышал от людей они не работают поэтому идеальный вариант быстро и просто это замена оригинальной турбины но я же говорю надеюсь найдется какой-нибудь хороший качественный мастер как бы я уже слышал что кто-то что-то пытается делать но все это делается тяп-ляп то есть как я то есть люди приезжают и говорят я там делал здесь сделал в итоге мы выкидываем ставим вот так все работает неудобно сделали изменили флажок открытие капота раньше надо было руку вот так ставить и достать то теперь он не достает и надо руку туда загибать как-то он то есть выпирал вот так вверх стояла теперь это вот сожалению компьютерную диагностику вчера сделали все перепроверили прогрели то есть закончил я ее вчера 8 по ожиданиям так как пробег 47000 и 16 год ожидание было что заменим за два три часа но ожидание наши вы сами видели прошли где-то 4 4 с половиной часа даже звонил клиент уже вчера где-то примерно 7 10 7 20 и спрашивал в чем дело то есть что происходит и должны были звонить и сказать то есть он уже волновался а но мне пришлось прогнать резьбу в коре лекторе прогнать резьбу леркой на шпильки найти все шпильки короткие длинные гайки вот и потом я уже все собрал охлаждающей жидкости так как я перекрывал долил там буквально грамм 150 200 неважно какая машина немецкая корейская японская неважно абсолютно когда вы меняете турбокомпрессор всегда необходимо прогнать ее маслом то есть раньше было достаточно брызнуть шприцом теперь этого недостаточно необходимо чтобы насос масляный он при кручении двигателя от 180 до 220 оборотов то есть у нас развивать стартер оборот насос дает на холодную от полтора до двух бар этого достаточно то есть как обычно как это в гранд-старксе было в любом неважно старый соренто первый вот в два в три этапа по 45 секунд покрутили стартером то есть отчет лучше делать от того как погасить давление масла потом уже крути и потом уже одеваем разъемы и заводим не ну может быть у кого-то там если у вас бензиновый можете отключить подачу топлива там брали предохранитель снять ну кто-то но вот что удобно здесь примеру я вот разъемчики все что вот это были сломанные шпильки в работу они не вошли слесарных работ никаких не было потому что это такой этап он как сказать мелкий если бы шпилька отломилась и нельзя было бы нарезать резьбу тогда мы были дополнительные расходы то есть съемок установка коллектора прокладка выпускного коллектора и т.д. и т.д. все закончили если у вас такая же беда что-то происходит с машиной у вас нет времени никогда поэтому приезжайте мы вам все сделаем ну все до новых встреч и и и и и и и и